На этой неделе во Дворце детского и юношеского творчества утвердят проект реконструкции зимнего сада. Оранжерею там планируют сохранить, но от некоторых экзотических деревьев, видимо, придется отказаться. Им уже не хватает ни пространства для роста, ни света. Что дальше будет с растениями, сегодня выясняла Мария Никифорова. Восьмиклассник Илья в прошлом году начал ходить на занятия биоквантума при Дворце детского творчества и взял себе проект размножения растений в пробирках. Необходимый биоматериал вместе с преподавателем они брали из этого зимнего дворца. В каникулы Илья пришел сюда, чтобы встретиться с педагогом и не узнал холл дворца. Было бы здорово, если бы зимний сад остался, потому что на улицу просто бегать запрещено во время занятий. И педагоги просто будут отвечать за это. А так можно просто спуститься в фойер, взять необходимый материал. Во дворце говорят, деревья, которые привезли сюда в 1986 году, уже доросли до потолка. За ними не только сложно ухаживать, сейчас они стали мешать ремонтным работам. И в городской администрации задумались, нужен ли дворцу такой сад. Разработана общая концепция видения хола, включая видение зимнего сада. Часть растений останется здесь же в холле и будет приятным местом для отдыха детей и родителей. Часть перенесется в помещение Дворца детского и вынужденного творчества. А крупногабаритные растения примут другие учреждения организации города Чебоксары. Архитектор, который сейчас занимается проектированием нового зимнего сада, уверяет, даже если оставить все в первозданном виде, все равно нужно сделать ремонт. За 32 года здесь обветшали оконные рамы, плитки и систему коммуникаций. На обсуждение рабочей группы Андрей Кричевский представил четыре проекта. Будет видоизменена общая концепция, при этом останется зеленение не в том виде, как сейчас есть дикие насаждения, запахом и так далее. Будет современное, красивое, новое насаждение, сохранятся старые деревья, которые имеют какой-то ценности. И все это будет изготовлено и преподнесено уже в новом виде. Проектировщики говорят, после реконструкции в зимнем саду растениям будет гораздо комфортнее. Более того, педагоги и воспитанники смогут выращивать новые виды, те, которые бы в нынешних условиях могли не выжить. Здесь будет оставлена зеленая зона. Во-первых, как лаборатория. Во-вторых, как зона для, наверное, релаксации, как дизайнерское решение. Сейчас нам рекомендовали сделать эскизы, подготовить эскизы, подготовить выбор растений. Нам предложили сделать новую оранжерею, разработать грантовый конкурс, участвовать в конкурсе на грант. Будем делать. Если проект школьников и педагогов выиграет грант, то здесь может появиться пристрой в виде умной теплицы. Тогда можно будет сохранить все растения. Обойдется такой пристрой примерно в 10 миллионов рублей, но преподавателей и воспитанников эта сумма не пугает. По их словам, опыт победы в грантовых конкурсах у них есть. Какой именно из представленных проектов в итоге выберут в управлении образования и станет известно на этой неделе. Обновить фойе дворца должны к Новому году. Мария Никифорова, Екатерина Янгалакова. Вести. Чебоксары.